Диагностика в костоправстве Диагностика в мануальной терапии, в остеопатии, в хиропрактике То есть все специалисты, неважно с каким образованием, когда работают с телом, работают с суставами Обязаны и должны знать эту диагностику Я вот сейчас буду ее представлять и рассказывать То есть и пациенты также должны знать, что если он приходит к специалисту, который работает с суставами, с мышцами Соответственно, этот специалист должен знать и уметь эту диагностику И вот сейчас, по вашему вниманию, будет она представлена Так, как позоветесь сейчас? Ольга Коротко Ольга мне рассказала, там в фойе какая у нее проблема Сейчас у нас двух слова сейчас опишет вам буквально Ну, вкратце Три года назад я обратилась к костоправу У меня ничего не болело, но так как я носила тяжелые рюкзаки из-за работы То я решила обследовать на звоночек Мне сказали, что мне необходимо вмешательство к костоправу Я попала на один сеанс После прохождения этого сеанса мне сказали, что будет две недели примерно болеть Мне будет? Да Две недели мне болело Через месяц мне стало болеть еще больше То есть, у меня стала отказывать нога То есть, по ноге постоянно ползали мурашки Через два месяца я на эту ногу вообще не смогу встать То есть, у меня ходило только держать за перила по лестнице И заканчивалось тем, что, особенно у меня была проблема в метро Потому что у меня нога становилась ватной Описать это невозможно То есть, вы становитесь на ногу, вы ее чувствуете Она при себя, она вообще никак не будет Я такое чувствовала И я обратилась к тому же специалисту Он сказал, а да, почему ты ко мне не пришла То есть, я пришла, он мне постучал только в нижнюю часть После чего это прошло Но боль осталась навсегда То есть, у меня болит где-то внутри два года постоянно Здесь и сейчас Здесь и сейчас Болит где-то внутри, отдают в ногу Да Отдают Вот оно 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 На спине У меня разворачивается Если разворачивается бедро, у меня болит То есть, я уже два года не сплю на спине Я могу спать только на боку На каком? На правом На левом На левом больновато На животе не спите Нет, на животе не спите Ну, в целом понятно То есть, здесь сейчас То есть, боли Нет, вот тут не надо было снять Боли в области крестнично-крестцового отдела Кокус снимите Можете снять ее? Вот так Можно поднять Ладно, все, садитесь, пожалуйста Нет, садитесь Все Суетиться Девушка наша Отпускайте Отпускайте Боль ее замучила Да То есть, обследование она проводила То есть, анамнез я в фойе собрал То есть, прямых противопоказаний к процедуре я не вижу В чем мы начинаем, да? Пациент приходит, заходит в кабинет Встаньте, пожалуйста Так, боком повернитесь Ноги на шириной плеч И Ногниться Можете помочь Разгибайтесь Хорошо Вот Начинается функциональная диагностика, да? Покрутитесь на стул И Левую ногу, сгибая в коленном суставе Вверх-вниз несколько раз сделаете Да-да-да Туда-сюда, активно Активно В другую Все Достаточно Садимся Таким вот образом мы начинаем обследование опорно-двигательного аппарата, да? То есть, все эвакомоторные системы Расслабиться 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 Не помогать мне Будем напряжена очень сильно Да потому что я не стараюсь Болью замучена Да-да-да Что я делаю, да? То есть, я проверяю, как сустав шевелится То есть, игру суставу Голову налево поворачивать Нерезко Теперь я справляю направо Прямо Прямо То есть, прежде чем специалист Должен совершить манипуляции, да? Он должен продиагностировать позвоночный двигательный сегмент На предмет объема движения, да? Да Или отсутствие такового Прямо Прямо Попсичек Хорошо Все хорошо К сожалению, у нас в кушетке дырочки нет Да Вы справитесь, да? Да На живот На живот На голову на бок Руки и тело Правильно С левой стороны болит, да? Да Попадают туда? Нет Оно болит внутри Угу А область покажите рукой А вот тут Вот тут Где, да? Синька 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 Тянущая боль Непонятная Таз То есть попу Два раза Верхниз сделайте, пожалуйста Еще разок Ну вот Можно сказать о том, что Косой таз Разная длина ног Нельзя, конечно, сказать, что там левое покороче Правое подлиннее Сейчас будем смотреть Но Все указывает на то, что Блок в крестцово-подвздошном сочленении слева На этом указывает и квадратные мышцы, и сгибатели И бицепс бедра Сейчас будем дальше смотреть То есть, конечно же, я таким образом не увижу Не грыжу, не остеохондроз и так далее Все эти заболевания Нет И процессы, да Но Опять я повторюсь Я могу увидеть Здесь больно, нет? Нет Как играет или не играет сустав Ну, к сожалению, я сейчас спиной буду стоять Да 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 Не знаю Не знаю Я тут Или платила, но вот что-то есть Да А Захарею здесь не можно? Нет 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 Вот пошло движение Сор по возможным сочленениям с левой стороны если мы поднимем любой ломальский нормальный учебный методический материал по мануальной терапии и остеопатии вот все описано в общем-то у меня тепло в лицо пошло в лицо немножко тепло вот так вот чувствуется вот вот так вот когда где чувствую в том месте да где там я два года хожу по если вот хожу по массажистам не никто не может помочь остеопата я больше не ходила не массаж просто делать не в триггеры расслабляли но вот адрес его как раз хорошая тема для разговоров как для специалистов так и для пациентов массаж очень хорошо это прекрасно просто замечательно но откуда сигнал идет туда в эту мышцу вот в чем вопрос и 80 процентов случаев сигнал идет из позвоночно двигательного сегмента или периферического сустава то есть задает тон мышцы пока мы не уберем причину то есть сигнал откуда идет она так и будет воспаляться фиброзироваться эндометриоза не было в анамнезе и ток далее мне все хорошо и грыжи нет ничего нет и на следовании ничего не показывает знаешь что такое эндометриоз сейчас подождите не перебивайте пожалуйста вы если хотите потом можете поговорить нет тут такого ощущения нет ну там было тут нет так что возвращаясь к массажу массаж хорошо и прекрасно но желательно убрать первопричину мне за два года уже просто личный массажист появился которым не постоянно убирает боли очень неплохо ну да ну они постоянно возвращаются ну триггер они расслабляют она опять переворачиваются возвращаясь к ним ходим у вас все таки кофта положение лежа на животе не успел посмотреть чудо исцеления называется не вы это должны сказать я понятнее вот таким образом подождите сейчас доходит спокойно доходов 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 руки замок за голову зато доходов доходов кушетка слегка у нас творю немножко не заточен это действие страшно ну и как и специалистам должно быть известно так и пациентам должно быть интересно что крайне вертебральный переход он задает тон крайне вертебральный переход это череп атлант и абсис из-за проблем там могут проблемы возникнуть в целом пояснично крестцовом отделе то есть нельзя отделить да там жалоба боль в пояснице мы не можем посмотреть здесь то есть как пациент вы должны это тоже специалисты сами собой и вот я при паттерна используя длинные короткие длинно короткие рычаги изучаем каждый позвоночный двигательный сегмент плюс периферические суставы ну соответственно когда речь идет о пояснично-крестцовом отделе мы никогда не забываем про забедренные суставы пах дает обязательно проверяем здесь конечно только на длинном рычаге это можно сделать главный показатель это ротация на руку и тихонечко вдох-выдох то есть здесь уже как там понятно крестцово-позлошное осуществление в общем-то здесь уже все остальное это так для общего здесь пах сейчас там мышцы будут гонять сустав вдох-выдох правильно ноги согните в коленях вдох-выдох сделайте и сильно даете во внутрь на выдохе не-не-не вовнутрь бедра вовнутрь сильно не резко но сильно наружу на левый бок ноги скидываем в кушетке садимся как самочувствовать садитесь здесь посидите чтобы я вас видел здоровье речь о функциональной диагностике здесь мы уже сразу провели процедуру непосредственно в данном контексте процедура называется хиропрактика она же умной терапии она же остеопатия но еще раз повторюсь в данном контексте хиропрактика то есть оздоровительную процедуру что мы делаем изыскивали объем движения сустава то есть игру сустава и понимали где причина первопричина почему мышцы болят почему они сжимают нерв почему они желают сосуд и так далее у нас еще одна пациентка сейчас мне сидеть не больно я вот так вот мне было всегда больно сидеть и я обычно сидела на ногу за ногу можете порассказывать обычно я сидела на ногу за ногу потому что мне эту часть надо было поднимать я не могла поставить ровный полет сейчас вот я сижу мне не больно в настоящий момент да спасибо большое то есть вот здесь у нас девушка уже за три дня конференции прошла огонь и воду попробуем ей до конца помочь то есть как я и говорил первопричина для меня всегда первопричина это крестец то есть крестцово-воздушное сочленение в частности то есть ну вот так сложилось многие специалисты там скажут что по-другому кто-то будет работать ну для работы именно таким образом но опять же еще раз повторюсь на крестцово-воздушное сочленение воздействует крайний ортебральный переход без этого никак то есть нельзя это отделить ни в коем случае и еще раз повторюсь миофасциальный синдром 80 процентов жалоб как правило это не мои цифры это общие цифры не только нашей страны вообще по миру а как сейчас с ногой то там все супер супер мы сейчас досмотрим крестцово-воздушное сочленение то есть вот ограничение объема движений то есть латера флексия налево да то есть наклон в левую сторону ограничен практически полностью все вот ПДС весь ограничено и мы это может подтвердиться в принципе рентгенологически мы можем сделать функциональные пробы да но это уже после вот после того как руками мы поработали что-то у нас не пошло к примеру не идет да пожалуйста пациент идет на рентген там рентген раннего вертебрального перехода передняя задняя боковая через открытый рот потом функциональные пробы ну вредновато конечно но зато истину мы там найдем даже вот сейчас вот вот мы да то есть вы можете взять свой средний палец положить на c2 самостоятельно c2 это вот аксис да второй позвонок он еще вот этот хвостик у него остистый отросток как треугольничек да и вот этот вот на треугольничек средний палец и вот так поделать наклончики такие короткие и при хорошем раскладе он вот так вот хвостиком будет вилять хвостиком да астистым отростком будет вилять в противоположную сторону это норма то есть и мы можем уже судить о том то есть вот я вот так вот делаю в одну сторону наклоняю он не хочет хвостиком махать в другую хочет о чем это говорит о том что тут слева все заблокировано то есть и как крайний вертебральный переход так и вся вот эта часть и очень очень может быть что оттуда тон задается в кольцово-воздушное сочленение да ну в целом весь этот поясничный крестцовый отдел то есть не так все просто да с девушкой поработать голову налево поворачиваем стоп стоп это наклон ну поворот ротацию направо прямо все хорошо потом вот к примеру передо мной коллега была там речь шла про плечо да плечевый сустав ну как правило плечо-лопачный периартрит там все понятно артрасы так же диагностика то есть а там может он задавать первое ребро к примеру да то есть диагностика первого ребра вообще слышали вот такое какой диагностирую а это такие же суставы пожалуйста раз два три четыре суставы которые могут задавать тон может быть радиация плечо вообще может не подниматься но при мобилизации первого ребра здесь и сейчас это все может встать на место но можно пить таблетки да там можно делать массаж пожалуйста можно что угодно делать но еще раз повторюсь первая причина ВПДС пока еще не кажется пока еще болтаешь так а вот теперь можно вас попросить выравниться и руки в замок за голову на затылок получится и вот таким образом проверяем куда грудная отделка то есть как вот остистые отростки да отходят друг от друга больно когда давлю да ну воспаление там так и коста вертебральные да суставы можно прощупать ну если постараться конечно под слоем мышц и под кожей жировой клетчатки хорошо пускайте так давайте крестец посмотрим живот потихонечку перемещаемся где живот? да лучше выходит не могу схема все та же как мы с девушкой нет ничего лежите пожалуйста примерно все та же да ну здесь вот прям какую мы сейчас опыта вам лечили вот то есть вот тут все хорошо доктор снял спазм все прекрасно но вот мы смотрим квадратная она полностью что? да ради бога пусть хоть вверх не, не надо мы же сейчас не про это говорим что такое грыжа? грыжа это процесс если конечно он не образован если она не образована травма какой-то грыжа это как следствие и вот здесь норм здесь напряжение вот коллега хорошо тут поработал и сразу вот тут все расслаблено вот эта ножка напряжена да то есть ну сейчас чуть-чуть посмотрим как пойдет крестец у нас да таз попу верх-низ два раза сделайте раз-два два расслабиться при всем при этом длина накровная сейчас больно? больно? поддает поясницу а так поясницу? нет не больно попробуем чуть-чуть подраскачать висцово-поздошное сочленение с правой стороны там еще тазобедренные под вопросом большие то есть настолько все взаимосвязано да это вот весь вот локомоторный аппарат аппарат извините, храм спиной другому никак сейчас больно? ммм чуть-чуть вот тут лежим, лежим, лежим просто скажите то есть вот такими ритмическими ритмическими ритмичными толчками мы выявляем игру анатомические ориентиры длинно-короткие коротко-длинные рычаги и все мы можем это выявить но понятное дело что не всегда получается потому что как мы говорим да есть четыре типы функциональных блоков но есть же еще органические блоки никто не отменял того момента что кость с костью может срастись да такая некая конгломерация может произойти сейчас мы дойдем что такое больно там от иголок как все идите теплой воды купить непростая столько столько тут получили чуть лечение на много сколько здоровья надо иметь столько лечения в целом уже не вот здесь сейчас посмотрим потихоньку переворачиваться на спину хорошо когда хорошо правда вдох выдох да это одежда вдох выдох да вдох выдох вдох пускать руки для тела чуть-чуть Я на маленькой подушке варик делаю, потому что ноги не имеют. Обе руки? Больше левая, иногда и правая. Пах больно? Ну так, цепим. А то не пах. Вот сюда мне больно. Я не за пах. Нет. Так. И вот мы все проверяем. Диагностика, она же тут сразу и оздоровительная процедура, да? Настолько все взаимосвязано. Очень больно, больно, больно. Вам пошевелили же. Этот шевелил. Да, да, это очень. Да, вот здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну и вот, разница небольшая есть. Хотя нет. Ну и вот, разница. Сморут. В пыль вверху, я не знаю. В принципе. Все сомнения. Вków. Ваше. Выправить новое место!